Определить зеркальную материю очень просто. Эта материя сделана из таких же точно частиц, как наши обычные, из которых сделаны мы все, только отраженных в зеркале. А отраженных, у которых правая и левая стороны поменены местами. Если взять наш обычный повседневный мир, то в первом приближении он кажется несимметричным относительно отражения в зеркале. Люди там больше являются правшими, чем левшами. Сердце, с одной стороны, у людей, у которых сердце справа встречается, но очень редко. Таким образом, получается несимметрично. Однако, если перейти на уровень, скажем, атомной физики, то окажется, что все атомы, они относительно отражения в зеркале одинаковые в значительной степени. Никаких таких чудесных хитростей, наподобие того, что мы встречаем в живой природе, нет. Теория элементарных частиц, которая была построена, начиная с 60-х годов XX века, и которая до сих пор является самым совершенным и самым лучшим описанием элементарных частиц, стандартная модель, она оказывается относительно правого и левого не симметрична. Обнаружили это в 1956 году такие китайско-американские ученые по фамилиям Ли и Янг, которые, собственно, уже в 1957 году получили за эту Нобелевскую премию. Они обнаружили, что слабые взаимодействия между элементарными частицами не симметричны относительно отражения в зеркале. На самом деле они, то есть, точнее, они сначала предположили такое, а потом тут же был поставлен эксперимент, который они предложили, и он подтвердил их правоту. Итак, история вот этого зеркального мира идет с 1956 года. Потом, конечно, как оказалось, как часто оказывается в науке, выяснилось, что в 1952 году, за четыре года до этого некто Мишель, которого никто и никогда не знает теперь, предположил, в общем, написал статью про то же самое. Однако не вовремя. В 1956 году это оказалось вовремя, и сейчас для нас история зеркального мира начинается с имен Ли и Янга. Именно в самой первой своей работе они высказали неудовлетворение вот этой асимметрии слабых взаимодействий относительно отражения в зеркале. Они предположили, что, наверное, должны существовать частицы, которые являются зеркальным образом наших. Так что, если взять все на свете частицы, те, которые нам известны, и те, которые они предположили, то вместе природа была бы симметрично относительно отражений. Мысль эта развивалась, однако никакого экспериментального подтверждения этому не было. Скажу сразу, и на сегодняшний день нет никакого экспериментального подтверждения тому, что зеркальная материя существует. Однако это было бы интересно. Смотрите, были бы точно такие же частицы, которых образовывали точно такие же атомы, точно такую же материю, точно такие же планеты, звезды, миры, только как бы отраженные в зеркале. Пока это до сих пор, несмотря на специальные экспериментальные поиски, это область фантазий теоретиков. Но это область интересных фантазий, и в некотором смысле многие люди находят ее полезной. Вот почему. Собственно, основная такая движущая экспериментальная сила, которая заставляет людей интересоваться этим зеркальным миром, это проблема скрытой массы во Вселенной, то, что называется темная материя. И уже с 1930-х годов стало ясно, что то вещество, которое мы видим в телескопы, оно далеко не составляет все то, что есть во Вселенной. Потом там большой скачок был в 1970-е годы. В общем, сейчас это абсолютно четкое знание, количественное знание о том, что существует то, что называют темной материей. Раньше это называли скрытой массой. Мне кажется, скрытая масса более удобный термин, потому что она не темная материя, она невидимая материя. И очень хорошим кандидатом на такую невидимую материю был бы зеркальный мир, потому что по построению этой теории те частицы с нашими никак не взаимодействуют в первом приближении, за исключением чего? За исключением того, что они тоже массивные и, значит, притягиваются гравитационно. Как раз лучший кандидат на эту невидимую темную материю. Она притягивается, она влияет на гравитацию, но мы ее не видим никак и никак не регистрируем. Замечательный, неуловимый Джо. Однако потом, где-то в 1980-90-х годах, интерес к этому поубавился, потому что тогда мы все верили, ну, я где-то уже с конца 90-х, верили в то, что частицы темной материи – это суперсимметричные частицы. Почему-то люди, вот я знаю очень уважаемых людей, которые говорили, это широкая столбовая дорога, сейчас запустят большой адронный коллайдер, на нем найдут суперсимметричные частицы, это будет темная материя, мы будем ее изучать. Говорилось, что в течение первых нескольких часов работы большого адронного коллайдера эти частицы будут найдены. Этого не случилось. Ни часов, и лет прошло несколько. Суперсимметрия не обнаружена, люди в нее, в общем, сейчас потихонечку перестают верить. И интерес обращается к другим моделям, которые предсказывают что-то такое невидимое, что-то такое притягивающее гравитационно, но не взаимодействуя с другими способами. Зеркальная материя в том виде, в каком она есть, она не очень хорошо определена, потому что нет конкретной какой-то такой стандартной теории того, как этот зеркальный мир должен быть устроен. Либо он точная копия нашего, а может быть нет. Почему бы он должен быть точной копией нашего? Ведь темной материи больше, чем видимой. Наверное, эта симметрия каким-то образом все-таки немножко нарушена. Раз она каким-то образом немножко нарушена, то есть разница. И за счет этой разницы частицы зеркального мира могут давать о себе знать. Например, я расскажу только о двух таких, одном теоретическом, другом экспериментальном построении, которое очень интересно. И, так сказать, с точки зрения воображения, очень продуктивно. Первая идея, которая связана с чисто теоретическими построениями на тему зеркального мира, она называется «Струны Алисы». Оказывается, можно построить такую большую объединенную теорию, в которой есть два блока – видимый мир и зеркальный мир. Теория очень красивая, очень симметричная. Но как-то эти два мира сосуществуют и взаимодействуют тогда в рамках этой теории не только через гравитацию, но и через какое-то новое объединяющее взаимодействие, которое мы пока не видим и вряд ли когда сможем увидеть. Тогда в них существуют такие экзотические объекты, которые похожи на какую-то такую линейную структуру, которая тянется где-то во Вселенной. Если вам удается ее облететь, то, о ужас, вы возвращаетесь отразированными в зеркале. Если электрон облетает ее, то возвращается не он, а зеркальный электрон. И вот это название, вот эта вот струна Алисы, Алиса в зазеркалье. На формулах это получается вот буквально на одной страничке. Это очень красиво, очень просто. Вряд ли это существует в природе, это было бы слишком странно. Но это очень интересное, очень красивое проявление зеркального мира, которое можно искать. Его можно искать там в астрономии, но еще не находят пока. Второй эксперимент тоже забавный. Он, правда, для совершенно симметричного мира он не работает. Он работает для такого мира, в котором зеркальный фотон чуть-чуть массивный. У нас же фотон, как известно, он симметрии нашей теории, они запрещают иметь массу фотона. И все экспериментальные данные говорят о том, что фотон наш обычный, который ответственный за электромагнитное взаимодействие, он строго равный нулю массы. Иначе жить было бы труднее. Если допустить, и такие модели есть, что в зеркальном мире его дружок фотона, зеркальный фотон, массивный, то могут происходить очень интересные и чудесные вещи. Впервые на них обратил внимание в 1984 году советский физик Окунь, хорошо известный своими книжками, лекциями и так далее. Он заметил, что луч света, состоящий из фотонов, коль скоро у нас имеется вот такой зеркальный мир, он будет распространяться своеобразно. Иногда часть этих фотонов обычных будет превращаться в, как он их назвал, парафотоны, фотоны зеркального мира, вот эти массивные. И поэтому возможен такой совершенно простой, удивительный по своей простоте эксперимент, который, однако, в реальности, на требуемом уровне точности поставить очень сложно. Это эксперимент типа свет сквозь стену. Мы берем источник света и ставим стенку. Смотрите, здесь, пока у нас шел свет до стены, часть фотонов превратилась в парафотоны. Фотоны, естественно, об стенку ударились и дальше не пошли. А парафотонам, они же зеркальные, а стенка нормальная, не зеркальная. Им стенка ни почем, они с ней не взаимодействуют. Пролетели туда. Дальше часть их может превратиться обратно в фотоны. И здесь просто достаточно поставить фотоаппарат, и мы увидим через стенку очень слабенькое изображение нашего источника. Такие эксперименты ставятся. Но, как оказалось, вероятность такого процесса настолько мала, что нам нужно иметь огромное-огромное количество фотонов для того, чтобы иметь надежду хоть что-то увидеть здесь, за стенкой. Поэтому сейчас люди заинтересовались вопросом использования самых мощных лазеров, которые есть. Но ни один из лазеров не сравнится с самым простым, самым хорошо известным источником света – это с солнышком, которое, как оказалось, должно… Вот оно светит на нас, на нас летит поток фотонов. И среди них, если работает вот эта теория зеркального мира, причем, если зеркальные фотоны имеют небольшую массу, то в этом потоке должны лететь и парафотоны, должны лететь и зеркальные фотоны. Поэтому можно просто взять солнечный телескоп, поставить стенку и смотреть на Солнце через стенку, следить за ним, вот оно там будет поворачиваться, и здесь телескоп надо внимательно наводить на него и смотреть в эту темноту. Сейчас уровень техники такой, что, в общем, к сожалению, все-таки не идеальная техника. И темнота не идеальная. За счет того, что вся эта система нагревается, имеются какие-то паразитные фотоны, даже в абсолютно темном помещении. В общем, на сегодняшний день поставлены некоторые ограничения на то, что зеркальных фотонов, во всяком случае, очень сильно взаимодействующих, очень сильно смешивающихся с обычными, нет. Но есть смысл, есть планы проведения таких экспериментов и с лазерами, и с Солнцем, которые, может быть, в будущем откроют какой-то такой сигнал, который проходит через стенку, через абсолютно непрозрачное вещество, что было бы крайне интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!